друзья всем привет сейчас 6 утра воскресенье сейчас мне надо успеть на вон тот трамвай и тогда все будет вообще сегодня будет большая программа будет интересно поэтому не переключайтесь так получилось что у меня пришлось проехать немножко на электричке но мне их буквально одно остановку через три с половиной минуты примерно между остановками поэтому потихоньку едем офигенные виды открываются эти годы дорога проходит слегка через горы поэтому мы заезжаем то в облака то спускаем все вниз то смотрим на город сверху вообще классно первая наша остановка это заправка клёво ну я наверное бы не решился здесь давить эти горы потому что но на самом деле это опасно их она не видать но вон там можно было бы уже поддавить ответственность склон скорее всего вот стать здесь его туда так коп и вниз со склона было бы неплохо и облака сегодня очень низко как видно вот там они вообще лежат прямо на полу ну и вот через эти тоже можно подняться она дима уже сразу солнце как видно очень клёвое место одно а мы пришли здесь не просто так у нас баки заполнились надо слить вторая наша остановка это достаточно крупные соревнования местные то есть они их позиционируют как крупнейшие на самом деле просто других нет народу много вроде здесь что-то в районе 38 пилота в этот раз брос 36 37 38 что-то такое вроде как трек стоит но там трек какой-то жутко не рассчитан вообще ни на какую технику он просто газ даешь в пол и по кругу чуть ли не летаешь там очень широкие места мы здесь не совсем как пилота я здесь чисто посмотреть что происходит и мои коллеги тоже кто у меня ехал хотят глянуть вообще что это за уровень соревнований что-то происходит сейчас ребят брифинг им расскажут что как вчера была тренировка но мы ее пропустили нам же тренировка интересно мы не посмотреть на бойню что интересно ребята здесь летает по более правильно на мой взгляд системе система с double elimination то есть вылета вылетов будет четыре штуки 16 пилотов по 4 потому что вчера отсеялась половина осталось только 16 из них будут летаться два захода и то есть в первый раз те кто самые худшие были они будут те кто вылетели в первый раз они будут перекинута в первую сетку те кто прошли по игру пойдут по вторую сетку но из первой сетки вы все еще можете попасть финал самые лучшие из первой сетки которую вы вылетели вначале могут пройти на верхнюю ступень и среди них уже будет сам идти отдельный баттл и уже до самого финала здесь ребята стартует как видно защищались прикольная система с воротами прямо перед коптерами которая опускается как только они стартуют потом идут туда деревенский стайл они сделаны прям реально из этой телеги как анали сена прессована офигенная тема как видно как я и сказал трасса практически стоит из прямых тут особо даже поворачивать особо нигде не надо все по кругу по прямым а чутье стоит 30 баксов имеют аккумулятор приблизительно полтора часа имеет 40 каналов заявлено я почему-то не сижу только 32 то есть а б е в сетке рисбанда я не нашел поэтому у нас такой плохой сигнал я поговорил с владельцем он говорит сигнал вообще просто опупенный то есть он по дому летал на микрике и вообще никаких проблем нет если канал правильно подобрать у нас здесь частота выбрана какая-то просто рядом не совсем та на которой он летает они летают на рейсбэн здесь рейсбэн к сожалению судя по всему нет на тинниверс есть огромное количество разных ухожихов для него которого можете накинуть сверху на эти очки чтобы хорошо видеть они конечно недостаточно яркие но с другой стороны вам особо прям несут рука еще выглядит все вот так антенна в принципе внутри обычная диполька можно наверное поменять на смысл особо нет смысл таких очков в очень хорошей компактности вы просто нацепили их ходите на всеми смотрите кто как летает и так далее а Так, ребята, сейчас летает Энди Хан, это, наверное, один из самых быстрых пилотов в Германии, ну и вообще он как бы достаточно много где засветился, он и в Америке летал, и по Европе кресил, и даже, по-моему, на Вазе где-то. У нас здесь с вами танго, на котором мы сейчас идем еще дело паспорта. Хорош, про Бош, они практически ласкин. Ну, как бы тут особо не кинуть, что просто смотрим, у кого коптер быстрее на сцену, или топовые пилоты, и все одинаково. Практически летает в связи с тем, что паспорта очень простая, что все прямые линии, особо-то поворотов-приятники сложности не возьмут. Нет. Оставил GoPro вон там, надеюсь, ее не собьют, сейчас пилоты полетят. Как видно, парни просто держат полную тапку на протяжении достаточно большого участка. Ау-у-у, вот это он долбанулся. Разлетело все в разные стороны, но надеюсь, что он все еще... Нет, он все. К финалу ближе, вон даже какой-то народ в публике собирается. Мне кажется, это просто посетители, потому что на пилотов они явно не похожи. А здесь уже готовится один из предпоследних, по-моему, хитов. И, ну, пилоты готовы, ждут сейчас команду от организаторов. О, записалось. Слава богу, это от больших, реально, липошек. 20 Ампер, 6S-батка. Там у него несколько пакетов, которые подогреваются, которые, кстати, я показывал, ну, все их пользуются. И несколько зарядок обычных. Кроме того, смотрите, я тут обнаружил, что он заряжает вот такие мелкие аккумы по одному током почти 7 Ампер. В принципе, какая разница? Одним, а кому меньше, одним больше. Наверняка штук 30 внутри. Человек стоит. Просто машина, и он стоит, смотрит. Я узнал, почему люди прям нравятся их само моторы, потому что у них есть вот эти вот носички сверху, которые позволяют пропеллеру, даже если вот эта гайка будет слабовато закручена, пропеллер никогда не прокрутится за счет того, что здесь вот эти шипы. Вот эти шипы. Это отец, ну, что занимаетесь? Развлечь, да? Да, отец. Непонятно, что происходит на таких скоростях, то есть тут достаточно светлая трасса и камера достаточно светлая, у него была настроена и там настолько плохо видно вообще, я не представляю, как люди летят, это просто на рефлексах каких-то, то есть я замечаю объекты, когда они уже практически за коптером, то есть они реально уже в нескольких метрах, а до этого их просто не видно. Как я все-таки люблю приедальпийский регион, потому что вот этот вот занавес облаков, он просто шикарен, он настолько клевый, если у вас есть, например, какое-нибудь клевое крыло дальнобойное, туда влететь на 1,2 гигагерс проблем, в принципе, быть не должно, и вот открость эту всю перену, подняться вдоль, вот так пролететь по предгоре, вон там, по вершине, ой, как это было бы круто. Но, к сожалению, я на крыльях пока не летаю, хотя, может быть, надо пересесть, потому что дальнобойное крыло, это, по-моему, самая крутая тема, которая вообще есть для дальнобойки.